В политической истории Китая начало Средневековья знаменовалось крушением империи Хань, крупного государства Древнего мира. Империя Хань пала в результате народного выступления в 220 году н.э. Правительственные войска не смогли справиться с восстанием. На помощь им пришли дружины сильных домов, крупнейших в Китае земельных собственников. После подавления крестьянского движения Ханьская династия была свергнута. Между сильными домами началась борьба за власть. Внутренние неурядицы ослабили империю, позволив тем самым соседям-кочевникам вторгнуться в Китай. С севера и северо-запада Китай соседствовал с многочисленными некитайскими племенами. Среди них были хунны, которые первыми начали вторжение в Поднебесную. На протяжении IV-VI веков Северный Китай был ареной непрерывных войн, которые являлись неотъемлемой частью великого переселения народов. Завоеватели перенимали местные традиции, строили поселения, переходя от кочевого к оседлому образу жизни. В это время многие жители этих районов, которые были древнейшими центрами китайской культуры, бежали на юг. Переселенцы с севера принесли с собой более совершенную земледельческую и ремесленную культуру, что ускорило освоение Южного Китая. Объединение Китая под властью одного императора произошло в начале VII века. В 618 году была основана династия Тан, которая управляла страной около 300 лет. Император обладал неограниченной властью. Китайцы считали, что власть эту даровал ему сам бог и называли его «сыном неба» или «багдыханом». Желая установить четкий контроль в стране, император ввел жесткие законы, разделил Китай на провинции, области и уезды, которыми он управлял через своих чиновников. Для защиты своего государства от нападения врагов и для подавления восстаний император организовал наемную армию. Первым делом императору необходимо было возродить и укрепить разрушенную многочисленными войнами страну. Он провел ряд реформ, направленных на возрождение хозяйства Поднебесной и строительство новых городов. Постепенно реставрировались старые и строились новые дороги, дворцы, храмы. Возникли целые города, возведенные по новым проектам. Например, изменилась планировка кварталов. Теперь улицы стали строить очень прямыми. Они были ориентированы по сторонам света и пересекались друг с другом под прямым углом. В соответствии с этим правилом был построен город Чаньань, столица империи Тан. В городах по-прежнему жили ремесленники и торговцы, но и ремесло и торговля находились под неусыпным контролем государства. За производством и качеством товара наблюдали специальные чиновники, которые строго отслеживали каждый шаг горожан. Подготовке чиновников в Китае всегда уделялось огромное внимание. С давних времен здесь существовало немало способов отбора чиновников. Но, как правило, в соответствии с принципами конфуцианства, получить должность начальника мог только мудрый и способный человек. Желающий стать чиновником должен был пройти конкурс, отлично сдав ряд экзаменов. Все участники отбора получали вопросы, на которые должны были ответить письменно или устно в присутствии специально приглашенной комиссии. Для успешной сдачи экзамена следовало хорошо знать сочинения древних мыслителей, прежде всего труды Конфуция. Уметь интересно пересказывать исторические сюжеты, рассуждать на философские темы и сочинять стихи. Сдавший первый экзамен назначался на самую низшую должность. Желающие повышения могли получить его, только сдав второй, более сложный экзамен. И только сдавший экзамен трижды, обладатели третьей высшей ученой степени были теми хорошо подготовленными и тщательно проверенными людьми, из числа которых назначались чиновники на самые ответственные должности в государстве. В крупных городах жили не только ремесленники и чиновники. Среди городского населения особое положение занимали богатые землевладельцы, аристократы и монахи. Здесь также можно было встретить врачей и предсказателей, актеров и художников. Специальные служители и подчиненная им городская стража строго следили за порядком в городах. Особое внимание в хозяйстве городских служб уделялось водоснабжению, соблюдению чистоты на улицах и многочисленных рынках. Очень активно в Китае возрождалась торговля. Купцы из Поднебесной стали вывозить свои товары на продажу не только в соседние страны, но и в Малую Азию и даже в Европу. В Средневековье основной торговой магистралью, соединяющей Восток и Запад, оставался Великий Шелковый Путь. На Запад в города Европы шли китайские шелка и изящные восточные предметы быта. Обратно на Восток отправлялись изделия из стекла, драгоценностей, всевозможные пряности, фрукты, виноград, гранаты, иногда даже диковинные звери. Китай вел и морскую торговлю со странами, расположенными по берегам Индийского океана. Китайские городопорты были излюбленными торговыми точками арабских и персидских купцов. Оставаясь здесь на долгое время, они строили свои торговые селения. Для облегчения торговых перевозок внутри страны был сооружен Великий Канал длиной 1700 километров. Он соединил реки Янцзы и Хуанхэ, связал их с юго-восточным морским побережьем. Позже его протянули далеко на север. Кроме торговых перевозок Канал использовали и для орошения полей. Как вы помните, вся земля в Китае принадлежала императору. Этот порядок сохранился и после объединения страны. В первые десятилетия существования империи Тан крестьяне были заняты восстановлением заброшенных каналов, укреплением плотин на реках Янцзы и Хуанхэ. На орошаемых полях вновь стали выращивать рис и сахарный тростник. Богатые урожаи собирали с плодовых деревьев и чайных кустов. Значительно расширилось производство шелка. Как и раньше, крестьяне получали небольшие наделы и должны были платить налоги в государственную казну. Кроме этого, они выполняли различные трудовые повинности, работали на строительстве храмов и дворцов. Но уже через несколько лет богатые чиновники и военачальники стали присваивать себе лучшие земли. Постепенно шло перераспределение земель. Наделы крестьян резко уменьшились, а налоги оставались прежними. Многие крестьяне были не в состоянии уплатить нужную сумму. Они были вынуждены брать участки земли в аренду у богатых землевладельцев и работать на них, превращаясь в батраков. Так в Китае стали возникать феодальные имения с сотнями крестьянских дворов. Обедневшие крестьяне, не желавшие терпеть угнетение богатых хозяев, убегали из родных деревень. Они прятались в горах и лесах, объединяясь в небольшие группы, число которых неуклонно росло. В 874 году отдельные крестьянские отряды образовали большую армию. Восставших возглавил сын крестьянина, торговец солью Хуан Чао. Армия повстанцев прошла с севера на юг, разрушая и грабя на своем пути дома богачей. Достигнув крупного торгового порта Гуанчжоу, кантон, восставшие встретили сопротивление со стороны иностранных купцов. Тогда предводитель Хуан Чао развернул свою армию обратно и направил к столице Китая, городу Чаньань. Сам император, прослышав об успешных победах крестьян, поспешил покинуть столицу. Не встретив должного отпора растерявшихся императорских войск, восставшие заняли столицу и объявили Хуан Чао императором. Крестьяне жестоко расправились с богатыми жителями, сожгли их дома, а ценные вещи поделили между собой. В 884 году, собрав сильную армию и призвав на помощь кочевников с севера, китайский император отважился отвоевать столицу и свою власть у Хуан Чао. Императорская армия осадила Чаньань, и в столице начался голод. Не в силах оказывать отпор и оставаться без провизии, повстанцы сдались, Хуан Чао покончил жизнь самоубийством. Восстание было подавлено, но танцкие императоры так и не смогли более вернуть себе прежнюю власть. В Китае вновь наступил период разброда и междоусобных войн. Это время, продолжавшееся в течение полувека, в китайских источниках обычно называют периодом пяти династий и десяти царств. Следующая попытка объединения Китая была предпринята в 960 году. В это время в стране утвердилась династия Сун. Период ее правления отмечен возрождением страны. Все больше богаче и многолюднее становились китайские города, расцвели новые виды ремесел. Китайские ремесленники научились делать изысканные вещи, которые и поныне являются национальной гордостью страны. Это прежде всего знаменитый сунский фарфор, превосходные тонкие шелка, изделия из дерева или слоновой кости. Однако главное внимание китайцев в период правления династии Сун было сосредоточено на защите своей территории от набегов соседних племен. Основным противником Китая в это время было племя Джурджений, жившее к северо-востоку от Китая. Долгое время они платили дань Китаю, но затем, создав сильное войско, добились независимости. Сунская империя с трудом справлялась с обороной своих границ от постоянных набегов Джурджений. Именно поэтому ей пришлось пойти на заключение мира с другим племенем – Киданями. С 1004 года Китайская империя ежегодно выплачивала Киданям контрибуцию. Но Кидани были не единственным серьезным врагом Сунского Китая. На северо-западных его окраинах на рубеже X-XI веков сложилось крупное государство тангутов. Вначале тангутские вожди признавали вассальную зависимость от империи Сун и многое, как и Кидани, заимствовали от китайской культуры. Но затем они усилились и начали военные экспедиции против сунских правителей. Приняв в 1038 году титул императоров, тангутские предводители еще усилили натиск на Сунский Китай и по мирному договору 1047 года заставили его платить ежегодную дань. Накалившейся обстановкой в Китае поспешил воспользоваться Чингисхан. В 1235 году монголы двинули свои войска против Южно-Сунской империи. Началась тяжелая война. Императорский двор не сумел дать отпора завоевателям, и страна надолго попала под чужеземное иго. Почти целый век китайцы находились под властью монголов. За это время обе стороны пытались привыкнуть к новому порядку вещей. Китайцы постепенно восстанавливали разрушенные кочевниками города, заново вспахивали земли, налаживали производство и торговые связи. А монгольские правители охотно принимали на службу образованных чиновников-конфуцианцев и сами учились у них. На протяжении всего столетия не прекращались попытки китайцев свергнуть власть монголов, но все восстания быстро подавлялись. На смену им создавались все новые и новые тайные организации борцов за свободу Китая. В середине XIV века народные выступления достигли наивысшего размаха. Горожане нападали на монгольские гарнизоны, захватывали оружейные склады. Разрозненные мятежи быстро превратились в освободительную войну с господством монгольских угнетателей. Народное выступление получило в истории название «Восстание красных повязок», потому что восставшие китайцы повязывали голову красными повязками. Война продолжалась почти 20 лет. За это время китайцы освободили от монголов многие города, и в том числе Пекин, последний монгольский император с остатками своего войска бежал в Северные степи. В 1368 году Китай добился независимости. После освобождения от власти монголов в Китае началось восстановление хозяйства. Заново были отстроены разрушенные города, земли были поделены на участки и отданы для возделывания крестьянам. Постепенно китайцы возвращались к своим порядкам и культурным традициям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...